Здравствуйте! Вы смотрите Крымли в программу о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня выпуски о таких темах. Хроника энергоблокады Крыма за неделю. Как полуостров прожил первые трое суток без света, очереди на заправках и в работающих магазинах. Президент Украины поручил правительству рассмотреть вопрос о прекращении грузового транспортного сообщения и товарооборота с Крымом. Цены на генераторы взлетели. В крымских селах жалуются на проблемы с водой. Как подрыв электроопор повлиял на энергосистему Украины? И поможет ли Крыму энергомост из России? Повлияло ли отключение света на военный контингент России в Крыму? Мнение украинских военных экспертов. Президент Украины должен четко обозначить стратегию возвращения Крыма. Мнение нардепов об энергоблокаде. Троллейбусы в Крыму больше не ходят. Остановлена работа крупных предприятий школ и детсадов. Новый хит о Крыме. Очередная ситерическая песня чикагского дальнобойщика украинского происхождения набирает популярность в сети. В ночь на воскресенье 22 ноября Крым был полностью обесточен в результате повреждения в Херсонской области опор линий электропередач, поставляющих электроэнергию на полуостров. Окупационные власти Крыма и Севастополя объявили в регионах режим чрезвычайной ситуации. А в понедельник призвали крымчан готовиться к длительным проблемам. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив. А то есть 22 декабря. Правительством еще раз в Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. В понедельник, 23 ноября, Аксенов объявил выходным в Крыму для всех, кроме республиканских и муниципальных учреждений. Школы и детские сады полуострова закрыты на вынужденный выходной. Энергоснабжение больниц производится при помощи дизельных генераторов. Однако там возникла проблема с водой. Из-за перебоев со светом ее приходится подвозить. Ажиотаж наблюдается на крымских автозаправках. Во многих из них уже закончились отдельные виды топлива. Там выстроились часовые очереди. Крымчане скупают топливо впрок и для автомобилей, и для генераторов. Отсутствие электричества также остановило работу магазинов крупных торговых сетей. А в тех, которые продолжают работать, огромные очереди. Люди скупают все, что есть на полках. Однако на настроение крымчан перебои с электричеством не повлияли. Мы попросили жителей полуострова оценить сложившуюся ситуацию. В большинстве крымчане в проблеме обвиняют Украину. И уже привычно. Готовы терпеть. Даже мы не переживали ни за холодильники, ни за что. Так что ничего страшного. Перетерпим. Правильно? Это временно. Все временно. Все возобновится. Все сделается. Все будет хорошо. Очень отрицательно отношусь. Поступили они неправильно. Именно, наверное, чисто по-хохлядски. Нельзя так. Нельзя им так по надкусию. Но я думаю, что лишь бы мир был на земле. Мы рады, что у нас здесь мирно. И мы все переживем. Поэтому ничего страшного нет. И довольны, и недовольны. Всегда нас, наш Крым, наша Россия без света не оставить. Неудобства. Ничего. На все привыкли. Бывает, света не бывает. Ну, еще мы на света не жаловали за всех. Только вчера два дня немножко света не было. Сейчас опять свет установили у нас. Очень хорошо. Ну, моя оценка какая. Ну, как говорится, все в стране нормально. Мы это потерпим, что нет света. Мы привыкаем к этому. Это ж неправильно. Я сам украинец. Живу в Крыму 46 лет на этом месте. Это полнейшее безобразие. Это сделали на свою голову. Знаете, как есть поговорка? Русские не сдаются. Было у нас, как говорится, тяжко за все эти года, пока мы были, так сказать, под Украиной. А сейчас ничего. Дядя Вова нас в обиду не даст. В настоящее время энергосистема Крыма обеспечивается электроэнергией за счет собственной генерации. Однако в российском МЧС уже сообщили, что запасы горючего для крымских электростанций на исходе. Их хватит на три дня. Не менее сложная ситуация и в Севастополе. Там из-за отсутствия света остановились троллейбусы, отключены уличное освещение и рекламные носители. Окупационный губернатор города также просит горожан готовиться к худшему. Еще раз хочу обратиться ко всем севастопольцам. Не надо поднимать ажиотажа. Не надо впадать в панику. Самое главное еще разу сохранять спокойствие. И работать в нормальном режиме. Тем временем украинские власти пока не могут сказать, когда возобновится энергоснабжение полуострова и ряда регионов Херсонской области, которые тоже пострадали в результате подрыва опор. Министр энергетики и угольной промышленности Украины заверил, что ремонт поврежденных линий электропередач станет возможен только после доступа к ним ремонтных бригад. Украинские власти пока не договорились с участниками гражданской блокады Крыма о допуске ремонтных бригад поврежденным линиям электропередач. Если удастся достичь компромисса, на ремонт поврежденных линий и возобновление энергоснабжения по подсчетам Минэнерго понадобится около пяти дней. Украинские власти намерены прекратить все торговые отношения с оккупированным Крымом. Президент Украины Петр Порошенко поручил премьер-министру обеспечить блокирование товарооборота с полуостровом, а также грузовое, транспортное и железнодорожное сообщение с ним. Письмо в адрес Арсения Яценюка обнародовала пресс-служба главы государства. В связи с обострившейся ситуацией на админгранице с Крымом премьеру поручено создать рабочую группу по изучению вопроса прекращения всех торговых отношений и транспортных сообщений с полуостровом. Напомним, поставки украинских товаров и продуктов в Крым на админгранице уже два месяца блокируют гражданские активисты. Поручение Порошенко о прекращении торговых отношений с полуостровом является первой публичной реакцией украинских властей на происходящее и, по сути, означает узаконивание акции. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания Совмина уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова за невыполнение служебных обязанностей. После доклада Егорова об энергоснабжении полуострова в условиях отключения со стороны Украины Аксенов раскритиковал работу министерства по составлению графиков веерных отключений и несправедливое распределение электроэнергии, генерируемой на полуострове, по городам и районам. В селах люди буквально выживают, как могут. Третьи сутки крымчане без света и воды. С понедельника кое-где электричество появилось. Правда, в то время, когда люди спят. Один раз в сутки на четыре часа. Однако крымчане стойко переживают трудности. Мозги-то есть у всех. Мы понимаем, в чем проблема. Мы готовы к этому. Но нет и нет. Перетопчем все как-нибудь. Появилось не очень удачное, конечно, решение с подачи света с 0 до 4. Резон ребятам. Жизнь какая-то у нас не ночная, собственно говоря. Ну и с этим можно мириться. Озлобившись, скажем так, на сопредельную сторону. Без воды как-то вот грустно. Говорит, три дня без света коротали как могли. Каждый искал занятия по душе. Надеется, что ситуация скоро наладится. Дрова рубили. Дрова рубили. Книги читали. Покупается фонарик налобный. Очень хорошо для чтения. Платно потерпим мы до декабря. На полуострове взлетели цены на электрогенераторы. Кто может, покупает. Кто нет, вспоминает, как пережили 90-е. Господи! Я сегодня чувствую, думаю, как мы пережили 90-е годы, когда Юля была. Не было ни пенсии, ни зарплат. Да ничего. В лес ходила я. Носила дрова. Сколько смогу принести. А это ж ерунда. Да я не чувствую, что плохо, что компьютер. Не могу сесть за компьютер поиграть. И все. Все проблемы. А сейчас, сказали, вот эта в магазине была, на генераторе цена поскочила. Аж до 90 тысяч. Кошмар. Люди что-то на этом делают деньги. На нашей же беде. Больше всего в селах и поселках страдают маленькие дети. В основном из-за отсутствия воды. Народ недоумевает, почему так произошло. И теперь они вынуждены жить в неудобствах. Ну что это, вот маленький ребеночек, три месяца. Не подогреть, не помыть ребенка. Ну что это, ни воды не накачать у каждого. Вот эти агрегаты стоят, покупают. Они стоят сколько? Совсем, я не знаю. Причем Украина, это что она к нам прицепилась, что мы ей плохое сделали. Мы ей плохое ничего не сделали. Они вместе с нами там не могут разобраться. Проблемы есть и у школьников. Выпускникам приходится делать уроки ночью. Такие условия нам не нравятся. Нам вообще неудобно. Мне вот, как учениц 11 класса, без света неудобно готовиться к экзаменам. Поэтому приходится вставать ночью, искать информацию, чтобы получить какие-нибудь знания. Есть и те, кто вообще не знает, почему в населенном пункте нет света. Так как ни радио, ни телевидения нет, и о причинах отключения эти люди не слышали. А, поэтому тут света нет? Я не знаю, что там у них. Я в этом деле не в курсе. Ну, трудно все как. Ничего не сготовишь. Потому что у нас электроплита. У нас газа нет. И вообще без света спать ловлющая рано. Плохо без света. Жители сел не знают, на кого надеяться. Говорят, долго так не протянут. А что можно сделать, не представляют. Обвиняют и Россию, и Украину. В результате обесточивания оккупированного Крыма на двух украинских АЭС снижены мощности производства электроэнергии. Речь идет о Запорожской и Южноукраинской АЭС, которые теперь вырабатывают на 500 мегаватт электричества меньше, чем до подрыва электроопор на Хирсонщине. Вопрос с возобновлением подачи электроэнергии должен решиться после допуска ремонтных бригад к поврежденным линиям. А вот решение о полной энергоблокаде полуострова украинские власти принять не готовы, заявляя, что отключение грозит украинской энергосистеме авариями и выходом из строя атомных электростанций. Такие же заявления звучат и от оккупационных властей Крыма. В ассоциации Украинский ядерный форум информацию опровергают и заявляют – это не более чем миф. На самом деле снижение мощности – это абсолютно регламентный процесс. И это происходит на атомных станциях, когда есть диспетчерские ограничения. Например, в ночное время. И это было, например, летом этого года, когда вместо того, чтобы покупать по контракту с Российской Федерацией недостающую электроэнергию нам в пиковое потребление утренние и вечерние часы, она покупалась с ровным графиком, в том числе ночью. И тогда никто не говорил о том, прежде всего Украинерго, как системный оператор объединенной эргосистемы, что это опасна разгрузка атомных электростанций. На данный момент ситуация в Крыму сложная. Полуостров обеспечивается электричеством только за счет собственной генерации, которая покрывает лишь 30% потребностей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решить проблему в ближайшее время не удастся, признают местные власти. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив. А то есть 22 декабря. Правительством еще раз в Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. О строительстве энергомоста для обеспечения протоков энергии с российской стороны и увеличении собственной генерации на полуострове чиновники говорят уже почти два года. Сроки и планы все время меняются. В последний раз энергомост обещали построить к 2016-му. Однако объекты крымской генерации на Таманском полуострове планируют создать не раньше 2018 года. Поэтому срок 22 декабря, о котором говорит Аксенов, это новое вводное, притом, скорее всего, неосуществимое, считает украинский эксперт Сергей Дяченко. Там спочатку говорили про 200 МВт, потім про 400 МВт, але все одно там дефицит вдвічі більший. По-друге, поки що це розмови, ніхто не бачив тео повноцінного чи якоїсь документації. Якийсь рух у збережжі ведеться, але там замулене дно в Керченській протоці. Там з високої мовірності цей кабель може порвати навіть, якщо закріпити належним чином. Це дуже велика проблема, я так розумію, зараз фахівці в Росії думають, як її вирішити. Участники гражданской блокады Крима по-прежнему не допускають ремонтные бригады к повреждённым линиям електропередач, требуя взамен от українських властей полного прекращения поставок електроэнергії на полуостров. Мнення на этот счёт в украинском експертному обществу разделились. Ольга Кошарная, например, поддерживает идею енергоблокады Крима. Нужно було отключать давно, два года, ну, когда началась война. Ничего с нашою енергосистемою не случится. Сергей Дьяченко считает, что украинские власти могут оказывать влияние на российских и оккупационных чиновников и без полного отключения електроэнергії в Криму. Эту идею украинская общественность пытается донести до властей с первого дня оккупации Крима. После гражданских протестов на админгранице с полуостровом удалось добиться лишь поручения президента Украины премьеру о прекращении всех торговых отношений с Крымом. Однако закон, обеспечивающий этот процесс, пока не отменён. Вопрос с блокированием поставок электричества в Крым пока на государственном уровне не решён. Договор с Россией об энергоснабжении действует до конца года. По словам экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Кабаненко, сейчас говорить о серьёзном уроне военному контингенту России, что находится на территории Крыма, нельзя. По его словам, все части корабли снабжены автономными генераторными станциями. Однако при условии длительной блокады оккупанты могут понести существенные финансовые затраты. На значный период времени, это, конечно, вплывает, потому что это понижает возможность кораблей работать в море. Например, дизель-генератор в среднем, в среднем, мает различного класса, различных систем, например, от 5 до 15 тысяч годов на робки до ремонта. Вот можете пораховать, помножить это всё и так далее. Проблемы возникнут через несколько месяцев, может через полчаса, когда нужно менять дизель-генератор и ставить массовые корабли в ремонт. Это вплине. По данным украинских военных экспертов, в Севастополе, Феодосии, Керчи, Данузлаве и Черноморском расположены военные корабли. Также по всей территории полуострова базируются сухопутные военно-воздушные части. Россия увеличивает своё присутствие в Крыму, что является огромной опасностью для Украины. На данном этапе, уточняет Игорь Кабаненко, нельзя говорить о серьёзных сложностях от энергоблокады для частей. Сейчас, по его мнению, максимальные неудобства терпят гражданские лица. Однако нельзя и отрицать снижение боеготовности армии-оккупанта. Глава государства должен чётко обозначить официальную стратегию возвращения Крыма. На этом настаивают народные депутаты, комментируя подрыв электроопор на Херсонщине. Такая бездеятельность, по их мнению, привела к тому, что граждане самостоятельно начали вводить санкции к оккупационной власти. Народные избранники в большинстве своём не против прекращения поставок электроэнергии на полуостров. Свет в домах крымчан уже пятый день, всего по несколько часов в сутки. Таков график веерных отключений. Однако в некоторых отдалённых районах полуострова света не было с субботы. Самостоятельно Крым обеспечивает себя лишь на треть от потребностей. Постоянный ток есть только на социальных объектах и военных базах. Так называемая власть пытается спастись генераторами, но их мощность очень мала, говорит нардеп-крымчанин Юлий Мамчур. Обеспечить энергоснабжением на постоянной основе социальные объекты Крым может самостоятельно, если уменьшить поставки электроэнергии в российские военные базы, которые находятся на полуострове, говорит основатель попечительского совета Международного фонда помощи жертвам террористических актов крымчанин Андрей Сенченко. Граждан сложилось, сформировалось такое общественное мнение, что возможно верхушке украинской власти, президенту, премьеру, их окружению комфортно было бы забыть о Крыме и Донбассе и счастливо править и решать свои бизнес-задачи на оставшейся территории. Но проблема в том, что граждане с такой формулой не соглашаются. И в отсутствии действия власти появились вот такие инициативы, может быть жестковатые в виде взрыва опор, но это в первую очередь реакция на бездействие власти. Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Герайщенко тоже выступает за энергоблокаду Крыма. Я скажу, что я большой сторонник энергоблокады Крыма и считаю, что нам нужно делать все, чтобы отделиться от России максимально. Пока там будет Путин, он будет постоянно угрожать нам. Поэтому рано или поздно он бы сам ввел блокаду против наших товаров. Рано или поздно он бы сам бы отключился от электроэнергии. Поэтому мы должны иметь государственную политику в отношении купюровать территорию. На сегодняшний момент этой политики нет. Согласно Женевской конвенции, именно страна-оккупант должна обеспечивать всем необходимым аннексированную территорию, напоминают народные избранники. Однако, как всегда, мнения в кулуарах парламента разделились. В Крыму полностью приостановлены работы крупных предприятий. Школы, детские сады закрыты на внеплановые каникулы. Власти экономят электроэнергию в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за обесточивания полуострова Украины. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городадминистрации Симферополя. В связи с чрезвычайной ситуацией администрации города Симферополя принято решение о приостановке работы ряда крупнейших предприятий города, среди которых «Пневматика», завод «Симферополь-Сельмаш», фирма «Селма», «Крымтроллейбус», «Дионис», АО «Пиво-безалкогольный комбинат Крым», Симферопольское производственное объединение «Крымпласт», Симферопольский электротехнический завод, машиностроительный завод «Прогресс», «Заря», АО «Симферопольский ремонтно-механический завод». Ощутимее всего для крымчан остановка работы «Крымтроллейбуса». С 25 ноября на маршрут не вышел ни один рейс. Теперь единственный транспорт – маршрутные такси. Основные пассажиры – пенсионеры. Вынуждены преодолевать расстояние от магазина или рынка домой пешком. Пешком туда и сюда. Так что, это не наше правительство виновата. Поэтому, что скажешь? Да вот, видишь, пешком идем. А то одну остановку мы едем, сядем на мускальце, а тут сошли. А ты, ну чего, пройдемся, здоровее будем. Конечно, тяжело. Тяжеловато, тяжело. Ну вот взяли хоть немного, хоть даже та вода, да? Пять литров, а уже тяжело идти. Никто это хорошо не оценивает. Люди большинство ездят в «Крымтроллейбусах», тем более пенсионеры. Потом оплата подорожала на маршрутках. Поэтому для людей это неудобство. Ну, я считаю, что это правильно. Просто отлично. Ну, не то, что отлично. Может быть, пенсионерам это не подходит, потому что они там ездят бесплатно. Ну, так же, какая экономия идет. Потому что ночью и вечером просто невозможно вообще в квартире находиться. И самое плохое, что нет никакого графика. Вот это вот очень плохо. Видимо, так. Ну, а что делать? Пока, так сказать, не подтянут с большой земли, запитают. Наверное, будет проблемой. Режим чрезвычайной ситуации действует в Крыму с 22 ноября в связи с прекращением поставок электроэнергии из Украины из-за повреждения опор линий электропередач. Новую песню об обесточенном Крыме представил известный американский дальнобойщик украинского происхождения Вадим Дубовский. Это водитель с профессиональным вокальным образованием. Знаменит своей политической сатирой, которую исполняет прямо за рулем машины. Свежий хит он назвал «Начало конца Крымнаша». Использовал музыку Александры Пахмутовой, ныне ярой приверженки политики Путина. Мечта у крымчан такая, одна на всех и простая. Дожить как-нибудь до мая, а там и турист попрет. Лучины и свечи, ну и звезд ночной полет. В Крыму каждый вечер спасают от тьмы народ. Во второй части сатирической песни от имени крымчан обсуждается сбитый Турции Су-24 и говорится о надежде на скорый конец авторитарного режима в стране. И турки совсем обнаглели, спить бомбардировщик посмели. А как же теперь, неужели, из моря блокада ждет? Ах, скоро, братцы, долгожданный день придет, и путь лера будут ногами нести вперед. Вадим Дубовский родом из Донецка. Вокал изучал в Киевской консерватории. 13 лет назад уехал в США, живет в Чикаго. Он написал уже 17 сатирических песен. Первая из них появилась сразу после Однаксии Крыма. Поищи дальнобойщик выкладывает хиты на свой канал Ютуба. Делайте это, убедила его жена. Стихи придумывает в пути, использует музыку советских композиторов, записывает свою сатиру на мобильный телефон в своей кабине шофера. За сутки новое видео Вадима Дубовского под названием «Начало конца Крымнаша» набрало уже 80 тысяч просмотров. Ну а в целом, нашумевшая сатира дальнобойщика набирает сотни тысяч лайков в Ютубе. Это были все новости на сегодня. Больше информации на сайте Черноморки и Блэкси ТВ. А я прощаюсь с вами до следующей недели.